Наши любимые советские песни не только транслировались по радио и телевидению, они всегда были рядом с нами, звучали в сердце каждого из нас. И, конечно, наша жизнь проходила под эти песни. Под эту музыку мы танцевали. Шагает солнце под лываром, Сегодня солнце влюблено, И на ходу влюбленный паром. Знакомились, страдали от безответной любви. Ну и, конечно, женились. Тогда в советскую эстраду не вкладывали миллионы. Артисты были куда скромнее, чем сейчас. Работали за небольшие гонорары, но пели почти всегда вживую от души. А лучшей наградой была неподдельная любовь зрителей. Люди приходят смотреть любимого артиста. И там всегда контакт существует с первой песней. И сегодня мы поем те самые незабываемые советские песни. В печали, радости, в горе и в любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Сергей Беликов попал в «Самоцветы» в середине 70-х. Слава этого ансамбля гремела по всей стране. Впрочем, и сам Беликов был не лыком шит. Играл в «Араксе» в коллективе, который был приписан к модному столичному театру «Ленком». Но что такое «Аракс» против «Самоцветов»? И тут тебе говорят, Сереж, ну, ты будешь работать. Во-первых, больше концертов. Ты будешь работать на более крупных площадках. Ты еще будешь более обеспеченный человек материальный. Эпоха ВИА вокально-инструментальных ансамблей началась с конца 60-х. И они стали нашим ответом загнивающему Западу. Ну, у них, к примеру, Битлз или Роллинг Стоунс, а у нас поющие гитары. Хотя наши артисты старались подражать западным звездам и тому, как они ведут себя на сцене, как одеваются, но все в меру, конечно, с учетом особенностей нашей идеологии. Группы «Ариэль» и «Песнеры» ориентировались на фольклор. Ну, а ансамбль «Самоцветы» исполнял в основном комсомольско-патриотические песни. Что не нравилось? Контроль. Контроль и установленные рамки творческие. Потому что установки Министерства культуры были таковы, что надо было петь песни определенных авторов. Это все время была вот так тонкая грань, когда есть такое слово «худ совет». И вот она, отличительная особенность советской эстрады. Творческой свободой, в самом прямом смысле слова, здесь и не пахло. Всегда над творцом нависала тень контролирующего органа. Бороться с этой тенью было бесполезно. Юрий Лоза это тоже быстро понял, когда в 82-м его песню «Плод» разнесли в пух и прах. Мне «Плод» черкали и исчеркали весь. Не туда плывем, не так все это устроено. То есть по-другому как-то надо петь. Более торжественно, более бравурно, указывая путь, в котором мы движемся. То есть песня их не устраивала в этом плане. Вообще эстрада в широком смысле – это и танцы, и разговорный жанр, и даже выступления иллюзионистов. Но в Советском Союзе артистами эстрады в первую очередь считали исполнителей популярных песен. Но быть артистом эстрады, а также писать тексты или музыку для эстрадных песен означало только одно – «Ты работаешь в штате филармонии» или какой-либо концертной организации. Можно было подать заявку любому коллективу, прийти в филармонию и сказать «Мы хотим у вас работать». Филармония устраивала прослушивание. Если коллектив их устраивал, брали на работу. Так получилось с нами, когда мы, как самодеятельность Иркутского аэропорта, подали заявку в четыре филармонии, предложили нам свои услуги. У меня в руках раритетный двойной альбом Аллы Пугачева, «Как тревожен этот путь». Ну, меломаны его сразу узнали. Послушаем. Фирма «Мелодия» начала выпускать эти диски в сентябре 1982 года. И за полгода было продано 7 миллионов штук. Феноменальный успех! И что любопытно, больше половины песен написала сама Алла Пугачева. А еще несколько лет назад она боялась признаться в том, что пишет музыку. И пряталась под псевдонимом Борис Горбонос. Даже был придуман образ. Узнаете? Это Алла Пугачева в гриме. Оказывается, победительница конкурса «Золотой орфей» в 75-м и с опыта в 78-м, одна из самых ярких певиц на эстраде, буквально на пике карьеры, просто боялась признаться, что пишет музыку сама. Да и как пишет? У нее все песни невозможно ни с чем спутать. И забыть нельзя. Там мелодия. Имя Льва Лещенко тоже вошло в «Золотой фонд советской эстрады». Но его дебют на сцене колонного зала Дома Союзов в 70-м едва не закончился страшным провалом. В сопровождении оркестра под управлением дирижера Юрия Силантьева певцу предстояло исполнить сразу несколько песен. Мне вручили четыре песни, я их выучил за три дня. И надо что-то случится. Открывая 50-летие великого композитора Бабаджаяна, Арну Арутюновича, с песней о Ленине я забываю слова. Я стою за кулисами и говорю редактору, я не помню первую строчку, на что Силантьев, стоящий рядом, говорит, Салаха, у меня в партитуре написаны слова. Сейчас я тебя... Мы выходим на сцену, он открывает партитуру, а там просто подстрочник. Ла-ла-ла-ла-ла. У меня паника. Кто-нибудь знает слова? И в это время музыка начинается, и слышу зловещий шепот Силантьева. Ой, и мата меня посылает. И я начал петь со второй строчки. В то время малейшая запенка в песне про вожди революции считаясь, все, конец карьере. Но Лещенко повезло. Силантьев начальству об этом не сказал ни слова. А в зале досадный промах певца, скорее всего, никто и не заметил. Я вышел после спектакля, и у меня просто там рука немела. Практически был, наверное, микроинсульт или что-то такое. Я не придавал тогда значения. Мне было 28 лет всего на все. Пройдет совсем немного времени, и в советских газетах Льва Лещенко будут называть одним из самых талантливых певцов страны. Его амплуа – патриотическая гражданская тема. «Этот день победы порохом пропах, этот праздник с сединою на висках...» Кстати, мало кто знает, что за эту песню развернулась настоящая борьба. В середине 70-х, День Победы, Лещенко просто не разрешили петь. Руководство Гостелерадио СССР посчитало, что музыка, написанная Давидом Тухмановым, слишком легкомысленная. Что за танцевальный мотивчик? Тогда певец пошел на рискованный шаг. Запрещенную песню он исполнил заместителю министра внутренних дел Юрию Чурбанову, зятю самого Леонида Брежнева. Я сказал, Юрий Михайлович, послушайте, пей хорошую песню. Он говорит, ну давай. Я на репетиции спел. Он сказал, слушай, присаживай песню, пой. С того дня Лещенко сотни раз выходил на сцену с песней, которая стала такой же великой, как и наша победа. Патриотическая песня на советской эстраде всегда была под номером один. Он сказал, поехали, он взбахнул рукой, словно вдаль по Питерской, Питерской, пронешься над землей. Признанные корифеи этого жанра Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Эта супружеская пара написала больше 400 песен, многие из них вошли в историю. Например, вот эта родилась в 74-м году. А вот с этой песни началось сотрудничество Александры Пахмутовой и Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон – еще один мэтр советской патриотической песни. Ради эстрады молодой певец даже пожертвовал высшим образованием. Когда я учился в Гнесинском институте, наш ректор был очень строгим человеком. Он услышал в «Голубом огоньке», что там Кобзон пел. Он говорит, вы свои песенки прекратите. Мы вас учим не для того, чтобы песенки петь. Песенки петь Кобзон не бросил. Даже наоборот, стал выступать с ними не только в «Голубом огоньке», но и на сцене колонного зала Дома Союзов и в Доме композиторов. Тогда ректор поставил вопрос ребром – или учеба, или концерты. Кобзон выбрал концерты и со временем стал народным артистом СССР. Это высокое государственное звание полностью отражало огромную любовь и уважение, которыми пользовался Иосиф Давыдович в каждом уголке большой страны. Эдит Пиаф сказала замечательные слова. Очень много поющих артистов. Но дайте мне личность. Вы посмотрите, у нас были тысячи исполнителей. Козин Вадим Алексеевич остался, Утесов Леонидович остался. И Петр Лещенко, Шульженко Клавдия Ивановна, Русланова Лидия Андреевна, Бернес Марк Наумович. Почему эти именно люди остались? Это люди, которые пели для людей и сопереживали вместе с ними. Они чувствовали, что они пели. За народное направление на эстраде отвечала Людмила Зыкина. Поговаривали, что Леонид Брежнев называл ее певицей номер один. Он высоко ценил ее голос. Глубокий, низкий, чарующий. Но просто она была фигурой. В прямом и переносном смысле была фигурой в нашем, конечно, искусстве. Но советская эстрада не была застегнута на все пуговицы. В концертах вместе с песнями официальными, которые и строить, и жить помогали, обязательно звучали совсем другие потональности. Душевные, лирические, проникновенные. О любви, вере и надежде. Надежда, мой компас земной, А удачка награда засмеялась. Опустела без тебя земля, Как мне несколько часов прожить. ПОЕТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Пожалуй, главной певицей непростой женской судьбы стала Валентина Толкунова. Наша Валечка. Так ее нежно и ласково называли в народе. Ты заболеешь, я в ряду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Она была и замечательный человек. Она была просто чудная в общении, в отношении к людям, к музыкантам. Вы знаете, люди все-таки чувствуют искренность. Я вам скажу, что на концертах иногда бывает усталый, голос не звучит, перелет и все. Но если зритель чувствует искренность, он тебе все прощает. Так оно и было. Зритель звездам прощал все. Но и критики в адрес советской эстрады звучало немало. В упрек эстрадным артистам часто ставили одинаковую манеру исполнения, не говоря уже об однотипном репертуаре. Но при этом ярким личностям, непохожим на большинство, пробиться было непросто. Тогда очень сложно было. Причиной было не то, что кто-то кого-то не любил. Это была идеологическая причина. Это было направление в культуре, которым руководила Калусинская партия Советского Союза. Все. Иеологический отдел. Юрий Антонов знает, о чем говорит. Он долгие годы был не в ладах с идеологическим отделом ЦК. Пел не о стройках и баме, а только о любви. Главного романтика советской эстрады обожала молодежь. Но в большие сборные концерты Юрия не включали. Руковожу небольшим коллективом. Пою, играю, сочиняю. О, такой что, композитор? Правда, не член Союза? Что вы говорите? Да и в ближайшее время не светит. Да и мэтры творчество композитора из-за творчества, в общем, не принимали. А может, боялись конкуренции? Юрий Михайлович для нас, Юра, как бы у нас на глазах бился. За те песни, которые потом были бомбами. Валерию Леонтьеву тоже пришлось нелегко. Певец будоражил уже одним своим внешним видом. Густая шевелюра, белые брючки, обувь на каблуке. Этакий советский мигджагер. Леонтьев ворвался на эстраду, словно ураган. Знойный, страстный и совершенно не подражает. Раз, утренний солнечный луч. С крыши споркнул, в окно сверкнул. Два, старый расклеющий папиш. Как бережор, кистью взмокнул. Три. Как все-таки Леонтьеву удалось не только завоевать свое место под солнцем советской эстрады, но и удержать его на долгие годы. Ему просто повезло. Его взлет пришелся на годы перестройки, когда многое, что было нельзя, стало можно. А вот судьба другого Валерия Абадзинского сложилась куда печальнее. Знаменитый столичный театр эстрады. В январе 1974 года здесь были проданы билеты сразу на 10 концертов Валерия Абадзинского. Ну, публика его действительно обожала. Но неожиданно Абадзинскому разрешают дать только один концерт. Деньги за остальные рассерженным поклонникам возвращают. В чем дело? Дело в том, что Абадзинского официальные власти недолюбливали. Он какой-то не наш. Ну, в общем, не советский. Я помню, какое количество критики, оскорблений, неприятия свалилось на голову этого человека. Не поют у нас так. Не ведут себя так на сцене. Не то, что развязано, потому что никогда развязанности в манере Абадзинского не было. Но была какая-то не комсомольскость. Вот так бы я сказал. Льет ли теплый дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего стою. Он был такой, как он сказал, свободолюбивый человек. Свободолюбивый. Он не любил какого-то гнета руководства. У него были проблемы, иногда бывали достаточно серьезные с руководством Росконцерта. Проблемы у Абадзинского возникали и с председателем гостелерадио СССР Сергеем Лапиным. Именно он принимал решение о том, кого из певцов стоит пускать в эфир, а кого нет. Абадзинскому путь на голубые экраны страны был категорически закрыт. Лапин не мог любить творчество Абадзинского. У него были свои традиционные представления о том, как должен выглядеть советский певец на эстраде. Вот и все. И поэтому он был артистом, который нарушал однородный ряд. И легче было его убрать, чем менять весь этот однородный ряд. Лапин сыграл отрицательную роль и в судьбе паллада «Бюль-Бюль-Аглы». После триумфального успеха песни «Позвони» телефонный номер очаровательного азербайджанца мечтали найти все девушки Советского Союза. Но председателя гостелерадио раздражало то, как держит себя певец на сцене. Тогда не принято было двигаться. Ну, все стояли вот так. В лучшем случае руку можно было сделать так или так. А тут вдруг появляется человек, который пританцовывает, поет, там двигается как-то вот так. И из-за этого меня очень часто вырезали, как мне потом говорили редактора, по прямому указанию Лапина. Нужно, чтобы музыка, так сказать, тебя брала. Нужно, как говорится, чтобы она тебя вела. Но в то же время и не уводила. Понятно? Вообще, советские эстрады и кинематограф жили дружно, шли рука об руку. Например, песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» Людмиле Гурченко помогли спеть музыканты из знаменитого джазового оркестра Эдди Рознера. Это они расположились вокруг гигантского будильника. «Я вам песенку свою про пять минут, Эту песенку мою пускай поют, Пусть летит она по свету, Я дарю вам песню эту песенку про пять минут». Эстрадные артисты часто записывали песни к кинофильмам. И наоборот, песни из кинофильмов часто входили в репертар советских исполнителей. Песня «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал» была записана не Ириной Муравьевой, как многие думают, а Жанной Рождественской и стала едва ли невизитной карточкой певицы. Удивительно, что режиссеру фильма Татьяне Лиозновой эта песня категорически не нравилась. Она же режиссер очень много думающий. Иногда такие вещи нужно не думать, а наоборот, какое-то сердце примет, а, и все, и больше чего, слушаться сердце, а не головы. Это она не очень хотела, хотя и сняла первый, можно сказать, настоящий клип в нашем кино и нашем телевидении. Ну, конечно, советская эстрада – это не только Москва. Это вся страна с ее союзными республиками. Они делегировали своих лучших исполнителей на всесоюзную сцену. Прибалтику представляли «Теннис Мяге», Анна Вески, Раймонд Пауз, Казахстан, «Роза Рыбаева». Ансамбль песни «Рэй» был прописан в Белоруссии. Азербайджан – это, конечно, муслим-магомай. Муслим-магомаев – это талант, но нельзя же сказать, что его любили только потому, что он был красавец и, не знаю, там, был вхож. Хотя я его лично знал. Скромнейший, потрясающий человек, музыкант настоящий. Перед ним невозможно было не склонить голову, понимаете? За Магомаевым прочно закрепилось звание «Певца номер один» на советской эстраде. Его любили и простые слушатели, и руководители страны. Кстати, именно Муслим сыграл важную роль в творческой судьбе своего земляка и друга детства – паллада «Бюль-Бюль-Оглы». Паллад – композитор, тогда еще не певец, предложил Магомаеву исполнить свои песни. Меня зовут Паллад Бюль-Бюль-Оглы. Я пишу песни и очень хорошо помню, как это было в первый раз. Тогда я написал специально для Муслима две песни – «Вечерний Баку» и «Бакинская осень». И Муслим ее записал здесь, на Всесоюзном радио. И тогда же мне предложили самому спеть. Ну и это явилось вот таким ключиком уже к моему выходу на как бы всесоюзную арену. Гастрольная жизнь в СССР была организована с размахом. Все как на производстве. Принимался даже всесоюзный гастрольно-концертный план сроком на пять лет. Простите, вагон-ресторан с той стороны? Здравствуйте. Вы товарищ Иосиф Кобзон? Нет. Настоящим рекордсменом по концертам в регионах был Иосиф Кобзон. Среди артистов даже ходила поговорка – ну, ты ездишь прямо как Кобзон. Кобзон был больше, чем просто певец. Для многих своих поклонников он стал помощником и защитником. На моих глазах женщина говорит, ну, говорит, я, говорит, инвалид, а живу где там в Сибири. В будке телефона их даже нет. Иосиф Кобзон лично позвонил, значит, первому секретарю и сказал, говорит, моя личная просьба, пожалуйста, поставь. Через два дня ей поставили телефон, через два дня. Однажды связи Кобзона помогли и паладу Бюль-Бюль-Аглы. Мало кто знает, что самым приоритетным гастрольным направлением у наших артистов были африканские страны. Потому что гонорары там были выше, чем за европейские турны. И вот Бюль-Бюль-Аглы собирает чемоданы в экваториальную Гвинею. И вдруг его останавливают. Не отработал положенный концерт на БАМе. Коридор идет навстречу Иосиф Давыдовичу. Слушай, у меня, говорит, хороший приятель, первый старик горкома Тынде. А Тында считалась столицей БАМа. Давай, говорит, пойдем мы позвоним. Если он там, ну что, слетаешь, говорит, на два дня, дашь четыре концерта. Ну и галочка будет, что ты был. И Бюль-Бюль-Аглы полетел на БАМ. А с ним и его музыканты. Этот концерт в Тынде, в зале без отопления. А за окном минус 45, они запомнили на всю жизнь. Мне Трубач говорит, шеф, я играю, Труба примерзает, говорит, губам, я играть не могу, минусовать. Как играть не можешь? Где твой патриотизм? Давай играй. То есть вот такие тоже были моменты. Но мы, несмотря ни на все, мы все равно радовались общению со зрителями, с людьми. Что такое райдер, а это перечень условий и требований к принимающей стороне, советские артисты толком и не знали. У Ширженко, у Бернеса, у Тесова, Руслановой, у Зыкиной никогда не было ни одного охранника. Никаких охранников. Зачем их охранять? Их любовь людская, любовь народная охраняла. И Всевышний их охранял. Наши исполнители были не только образцом скромности, но и профессионализма. Пели только вживую, за фанеру могли и наказать. Хотели даже тогда, я к Йолу из Всесоюзного гастролевого концертного плана вычеркнуть, потому что он на нескольких концертах под фанерой пел. Это отследили тогда очень серьезно. У каждого гастролирующего артиста была своя квалификация. До 1988 года у артиста эстрады была ставка 7 рублей 40 копеек за сольный концерт. И это при средней зарплате по стране 190 рублей. Прямо скажем, деньги не ахти. Юрий Лоза, как участник группы «Интеграл», зарабатывал еще меньше – 5 рублей 60 копеек за концерт. Но удивительное дело – музыканты всегда находили пути для дополнительного заработка. Поэтому существовала система накруток всяких разных. Допустим, четвертушка за сольное исполнение, четвертушка за подпевки, четвертушка за подноски и так далее. То есть за какие-то дополнительные вещи можно было получить больше денег. За звание доплачивали. Скажем, у тех же песняров ставка была намного выше, потому что они все были заслуженные народные. Белорусское эссе. История первых советских хит-парадов началась с газеты «Московский комсомолец» в 77-м году. И это был совершенно честный подсчет голосов за ту или иную песню. В звуковой дорожке голосовали сами читатели. В 77-м в десятку лучших вошли, например, Пугачева с песней «Не отрекаются любя», Лещенко и его «Соловьиная роща». А первое место заняла София Ротару с песней композитора Давида Тухманова «Родина моя» на стихи Роберта Рождественского. Над тобою солнце светит, родина моя. Отдельная история – это левые концерты, когда артисты получали деньги за свои выступления, которые организовывали без ведома собственных филармоний и союз концерта. Причем этим грешили абсолютно все. И именитые, и не очень. В конце 60-х попался сам Муслим Магомаев. За левый концерт в Ростове он получил по тем временам огромные деньги – 600 рублей. На своего любимца ополчилась министр культуры Екатерина Фурцева. К расследованию подключили МВД. В Ростове вызволил певца из опалы только Юрий Андропов. Он заявил, у КГБ к Магомаеву претензий нет. Только после этого расследование прекратили. Закон нарушали все без исключения, как и ваш покорный слуга, если он принимал участие в концерте без официальных документов на этот концерт. Но если на этот концерт были официальные документы, очень трудно было доплачивать что-то исполнителю. Больше, чем ему определено государством. Вот и все. Был еще один любопытный способ дополнительного, ну и, конечно, незаконного обогащения. Одни и те же билеты продавали по два раза. То есть один раз вы отсчитались перед фармонией, а второй раз вы за ним взяли деньги в собственные карманы. Билеты изымаются при входе, потом пускаются в оборот по второму разу. Гладятся утюгом. Ну, где-то там на периферии вы проводите концерт, который трудно отследить. Идет большое количество народу. Часть билетов просто забираете, говорит, ну, садись куда попал. И таким образом у вас на руках оказываются те же билеты, которые уже были проданы. Параллельно с советской эстрадой в стране существовало, ну, вернее, пыталось пробиться сквозь асфальт к солнцу, и музыка неофициальная. Подпольные молодежные группы со своими нелегальными концертами вот в подобных клубах и ДК вызывали настоящий гнев правоохранительных органов и, естественно, партийных. Раздражало не только то, что они играют, а это была не обязательно западная музыка, но и композиции собственного сочинения, часто на антисоветские стихи. Еще и внешний вид, конечно, вызывал отторжение. Длинные волосы, джинсы расклешенные. Ну, безобразие же. Самое печальное во всей нашей истории, что были самородки, но им хода не было. И группы во время моего, как бы, юношества, они возникали как нелегальные, и за ними бегали АБХСС, была такая организация, были всякие репрессивные рейды. Александр Левшин уже в старших классах средней школы играл в группе «Авангард». Она базировалась в мытищах. Никакой прописки и ни в каком музыкальном ведомстве у ребят не было. Но милиция их терпела. Они и по договору играли на танцплощадках. Хотя однажды нервы у милиционеров не выдержали. Рокеров повязали прямо в центре Москвы, на улице Горького. Мы шли гуськом, лохматые, глинные, и вот такие вот все. Милиция нас смотрела, потом сказала налево. Мы пошли налево, но мы же дисциплинированные рокеры были. И нас завели в комнату, в приемный покой, как они нам сказали. И мы по периметру сели. У нас паспортов не было. Мы же не думали, что надо паспорта брать. Мы же честные советские были музыканты. Нас переписали, созвонили со всеми там куда что. К вечеру выпустили. Пройдет совсем немного времени, и рок-музыканты, наконец, выберутся из подполья. И тоже будут собирать полные залы. Совсем скоро огни эстрады загорятся и на стадионах. В стране начинаются большие перемены. Перестройка все-таки. Новым кумирам под крышами концертных залов становится тесно. Символ эпохи и перемен, группа «Ласковый май» буквально разрывает сердца девчонок своим хитом «Белые розы». Ее юный солист, воспитанник детского дома из Оренбурга Юра Шатунов мгновенно завоевывает миллионы зрителей. И даже не своим безыскусным пением, а тем, что он свой, такой же, как все. Ну а критика? Критика его уничтожает. Наступали непростые времена, и суровый шоу-бизнес подминал под себя оставшихся аборигенов советской эстрады. Они уходили в тень. Исчез Муслим Магомаев. Просто перестал выступать. Когда мне задают вопрос, почему нет той эстрады, замечательно, это человек, потому что нет той страны. Нет той страны, соответственно, все, что наполняло нашу жизнь, все ушло вместе с этой страной. Только песня остается с человеком. Сегодня отношение к популярной музыке, которая пришла на смену той самой советской эстраде, ну совсем другое. Теперь поют все, кому не лень. Были бы деньги записать диск. Ну а народ, народ, может быть, и подхватит. И как тут не вспомнить то золотое время, когда настоящими звездами становились единицы. Ну а песни? Песни записывались на века.